Всем привет, друзья! Включаемся уже и в студии. Лаврова обязательно досмотрим. Сейчас там как раз вопросики начнутся. Но у нас в гостях Роман. Роман, представься, чем занимаешься? Меня зовут Роман Марагунов. Я директор ООО «Биткоин Донбасс». И занимаемся мы интеграцией блокчейн-технологии в ДНР. Куда интегрировать, собирать? Давайте сначала так. Что такое блокчейн-технологии? Блокчейн – это распределенная база данных. Это по сути. Ее используют. Она получила свою популярность из-за криптовалюты «Биткоин». Достаточно популярной. То есть сначала люди мыслят материально. То есть появились виртуальные деньги, которые стали стоить каких-то денег. Там один доллар, два, три и так далее. Сейчас она стоит 420 долларов. Там 17, 15, скажем, 400 долларов. И сама технология, она позволяет не только производить денежные переводы, операции, а позволяет хранить данные не на одном сервере, а на миллионе, на тысячи, на куче серверов. Распределенную базу данных, которая шифруется, которая невозможно подделать, которая может пригодиться нам во многих областях. Это пилинговая сеть получается или это что-то большее? Это намного большее. Это, по сути, в контексте ДНР, это может быть даже... Ну, во-первых, это распределенная система данных, подтвержденная. В контексте ДНР это может быть использовано в плане денежных переводов. У нас есть... не существует банковской системы, да, допустим. И у нас всякие экономические блокировки, там, санкции, там, и прочее, прочее. В общем, у нас никогда не будет в данном контексте банковской системы, если мы... Ну, во-первых, хочу поправить, все-таки банковская система сейчас создается в виде республиканского банка. Да, но она... Но это процесс, требующий времени, да? Она достаточно интересно интегрирована. Она интегрирована, там, через Абхазию или какие-то, там, другие. То есть, международные управления всех банков, то есть, институты управления банком находятся в Соединенных Штатах, как правило, там, Англия. То есть, ВИСа, Мастеркард, Свифт, прочие системы, которые на данный момент существуют, они подконтрольны регулятором. Если им скажут, нельзя. То есть, в Крыму на данный момент ВИСа и Мастеркард, они то начинают работать, там, месяц поработали, не работают. И они до сих пор не работают стабильно даже в Крыму. То есть, о приходе какой-то банковской системы международной, здесь речи вообще не может быть. И в Крыму там как-то еще под вопросом, поскольку там есть граждане России, там еще как-то они пытаются сделать это. У нас это вообще отдельный, достаточно серьезный вопрос, который сейчас завис. Но он идет вслед за геополитическими процессами признания, в частности. Признание, признание, тут достаточно сложный тоже процесс. Это не геополитика, которую я бы не хотел бы. Ну, я думаю, что мы коснемся, может быть, этой темы, когда мы уже раскроем полностью возможности блокчейна. И признание в этом плане, то есть, через блокчейн, возможно вполне. Какой юридический статус сейчас у биткоинов в мире? Ну, правовой. По-разному. То есть, каждая, поскольку это не валюта какого-то государства, а просто неоткуда появившийся феномен такой, скажем, в финтехнологиях, то статус у нее вообще неразрешенный, ну, как бы статус в разных странах по-разному. То есть, Евросоюз, Германия, там, страны Балтии, они, в принципе, поддерживают это и уже решили приравнять криптовалюты к обычной валюте какой-то. То есть, самый главный вопрос в том, как облагать налогом эти операции. То есть, эти операции проходят мимо банков, мимо налоговых систем, мимо всего прочего. И они, то есть, сама система основана на передаче денег от одного лица к другому. То есть, нету третьего лица или четвертого. В современной системе есть банк, есть государство, которые имитят денег. В случае с биткоином ни банка, ни государства нет. Я передал что-то там кому-то, которое стоит столько-то, может быть, на момент передачи стоило столько-то. То есть, она довольно-таки плавающая валюта. Поэтому регуляторов нету, национализации никакой нету, банков нету. И эта валюта существует по-разному в каждом государстве. В России, то есть, у нас российско-ориентированная, допустим, республика. В России нету законодательной базы для биткоина? Да, нигде нету законодательной базы под биткоин. Нигде нету законодательной. В 22 октября 2015 года Европейский суд постановил, что операции обмена биткоинов на фиатные валюты освобождаются от НДС. То есть, некоторые регуляции все-таки происходят. Регуляции, они возможны. В некоторых странах. В некоторых странах, то есть, все зависит от того, как к этому подходит государство. То есть, полностью запрет этой криптовалюты или вообще крипто этих операций, его достаточно сложно проследить. То есть, 80% операций с биткоинами, которые сейчас передаваем, но далеко не единственное, этих криптовалют тысячи. То есть, есть уже биткоин 2.0, биткоин 3.0. 80% операций с биткоином происходит в Китае. То есть, Китай основной поставщик, основной вообще потребитель криптовалюты. И там достаточно есть серьезное основание этому. Потому что операции в биткоинах, мало того, что они не облагаются налогом. Во-вторых, если я поставщик из России, допустим, который приобретает товар в Китае, я приобретаю биткоины на российской бирже, допустим, по 415 долларов за биткоин. В Китае этот биткоин стоит с разницей порядка 2,5% дороже. То есть, там, 420 долларов. Приобретя биткоины, я уже выиграю 2,5%. Не платя налог, если я не плачу налог. Это благое не платить налог? Это неизбежная реальность, уже которая пришла. И люди в Евросоюзе, видать, подумали, что с этим можно как-то бороться, но только легализовав и избавил от налогов. То есть, я думаю, что перед тем, как принять решение в Евросоюзе или где-то там, они достаточно серьезно изучали этот вопрос. Потому что сейчас самые большие инвесторы в криптовую блокчейн-технологии, это те же Visa, MasterCard, Western Union, Intel и Citibank. Такие очень достаточно крупные корпорации, которые видят в этом будущее, и в этом будущем нет регуляторов. То есть, отсутствие налогов – это наше будущее, ты хочешь сказать? Наше будущее в криптовалюте, которая еще не создана. Наше будущее в криптовалюте государственное. То есть, сейчас есть анонимная криптовалюта, которая неизвестно кем создана. Там уже есть инфа, что половина всей криптовалюты опять уже принадлежит одному человеку. Не половина, то есть, сейчас биткоин оценивается почти 7 миллиардов долларов, 6 с чем-то. И это далеко не предел, потому что сама тема только начинает раскачиваться. И раскачиваться начинает благодаря неразвитым в финансовом плане государствам. То есть, на данный момент 2 миллиарда человек не имеют банковских счетов вообще. И для них открыть счет в биткоине, получить какие-то деньги – это гораздо проще, чем открывать банк, финансовое учреждение, африка. То есть, в этих странах нет конкуренции, как и в нашей республике, скажем. То есть, здесь огромная перспектива вообще. Вот ДНР – это просто плацдарм для блокчейн-инициативы. Это не только денежные переводы, но и нотариальные реестры. То есть, там есть уже такие прецеденты мировые, где, допустим, в Гондурасе. То есть, как бы не обидно звучало это, ну, так как государство или как-то экзотически. Но там была война постоянная. То есть, земли переходили там от белых к красным, там кто-то победил, кто-то это самое. Из-за этого реестры земельные пришли в негодность уже из-за того, что власть там бесчинствовала. Поэтому они решили пригласить программистов, которые занимаются интеграцией блокчейн-решений. Интеграцией блокчейн-решений, ну, только в, скажем так, юридической площадке, в нотариальную. То есть, сделать акты на землю, где-то там в облаке, образно называя это облаком. То есть, блокчейн это и есть как бы распределенная там... Где справедливость? Деньги изначально придумывали для того, чтобы определить меру добра, переданную от одного человека к другому человеку, меру блага. Такой промежуточный товар, да, гиперликвидный. Изначально было придумано для этого. А сейчас, если мы говорим, что деньги можно просто, ну, как сказать, накопать, что ли, получается, и количество денег, да, приобретенное у тех, кто майнил биткоины первыми, они не соответствуют благу, переданному в мир, да, вообще не соответствуют. То есть, они фактически просто несправедливо присвоили себе биткоины, получается. Интересна сама технология. То есть, мы можем стать какими-то лидерами в этом плане. Создать абсолютно прозрачность. То есть, основная идея, вообще, всех блокчейн-инициатив, это прозрачность. То есть, есть какая-то запись в реестре, вообще доступном, которую невозможно подделать. Невозможно, там, точкой разгромить этот дата-центр, там, серверную какую-то, и уничтожить эти данные. Вот они просто вот распределены, а послезавтра они полетят еще в космос, и там еще будут летать, там, на орбите. Поэтому сейчас... Ну, я не думаю, что в космосе в ближайшее время появятся серверные. Все к тому и идет. Все-таки пока что на Луне, разве что? По сути, станция Мир, это серверная большая, ну, которая затопили, была уже серверная, а это уже просто будет летать блочок какой-то с жестким диском, там, периодически передавать данные. Это уже тоже такой проект, который достаточно всем известен. Как насчет финансирования, так скажем, вот, открытости, но при этом анонимности, финансирования терроризма, покупка... Ну, то есть, вот, к примеру, проблема продажи наркотиков, например. За виртуальные деньги, как бы, она стояла, так или иначе, перед государством Российской Федерации. То есть, так как невозможно было отследить человека за виртуальные деньги в интернете раньше покупались наркотики. К эту проблему решили просто. То есть, каждый счет, допустим, тех же Яндекс.Денег или вебмани должен быть привязан к конкретному человеку с конкретным паспортом, с которого можно потом прийти и спросить, в случае чего, получив распечатку, как эти деньги ходили. В случае с биткоинами это реализуемо вообще? Я по порядку. То есть, все, что там куда-то там привязано, это все иллюзия. Это иллюзия, ну, как до 15 тысяч рублей я могу завести анонимный кошелек по законодательству России. То есть, в России на данный момент серьезно, конечно, стоит вопрос о криптовалютах. Ну вот, да, 15 тысяч – это как раз та сумма, с которой сам процесс заведения кошельков, принятие на них, закрытие, снятие, становится невыгодным человеку, который… Ну, знаете, скан-копию паспорта купить за 1 доллар можно и… Я не скажу, что я это делал, конечно, сто раз, но это вполне реально. То есть, и расширить до 60 тысяч. То есть… Ну, вот со временем речь идет о больших каких-то объемах, прокачиваемых через… И начинает сделать 10 кошельков по 60 тысяч или 100 кошельков. То есть, сейчас есть программисты, которые могут сделать это вообще все на автомате. То есть, и она будет по программам регистрировать их, автоматизировать, и хоть полмиллиона гоняй, хоть 60 миллионов. Тут вопрос в том, что современная система идентификации, она уже не состоялась как… То есть, она отстает вообще. Современное общество, государственное устройство отстает немного от прогресса. То есть, появился интернет, появились там какие-то там внутренние чаты. В общем, будущее за биометрией. То есть, пока у нас на ксерокопии паспорта можно взять кредит на человека, там сделать, оформить все, что угодно, открыть счета в Яндекс.Деньгах и прочее, прочее. То… Ну, биткоин – это очень тысячная какая-то доля того, что покупаются наркотики, убийства, коррупция и… Я не знаю, всего самого негатива, который существует, который продается за деньги там. Ну, в оценках как раз абсолютных я бы… Ну, когда пока еще проститутки не принимают с биткоинами, то мы ни на дно не опустились. То есть, все самые грязные преступления совершаются за наличные деньги. И каждое государство, которое стремится к экономическому развитию, оно и должно идти в безналичный расчет. Блокчейн и биткоин, то есть, технология. То есть, мы от биткоина отходим. Это не наша технология, кем-то там изобретена. Неизвестно, какие люди преследовали эти цели. Мы говорим, что есть возможность интегрировать это на уровне ДНР как государство, там, допустим, обговорить сразу эмиссию этих денег, как они будут происходить, кто их будет майнить. У нас самые дешевые тарифы на электричество, я не знаю, вообще, может… Ну, в Европе, в России, это точно. То есть, у нас 62 копейки российских за 150 кВт, там, изначальная цена. То есть, у нас огромный потенциал для развития вообще всей индустрии. И сейчас, вот, как бы, законодательную базу бы подготовить, там, чтобы… Ну, законодательную базу, я так сразу скажу, сейчас некоторые другие проблемы стоят по законотворчеству. Ну, поскольку нет законодательной базы, там, можно потихоньку, значит, продвигать. То есть, изначально, как только мы столкнулись с этим, вообще, ну, то есть, начали продвигать здесь, появились сразу куча «но». Вот вы, там, хотите такое-то, такое-то, там, продвинуть. А это ж, там, вот, Мавроди, там, МММ, там, какой-то, вы сейчас киданёте, там, людей ДНР, там, и прочее, прочее. Ну, логичные вопросы. Логичные вопросы, но… Есть на них ответы. Но никто не предложил альтернативных решений. Альтернативное решение – рубль. Здесь деньги, как получить здесь деньги. Как сделать человеку документ какой-то. Кто это, ну, то есть… Какой документ? Пожалуйста, есть проекты BitNation. Они, вообще, продвигают идею того, что организация объединенных наций и вообще устройство мира, на данный момент, они настолько устарели, что просто не могут существовать. То есть, это апартеид, который существует на данный момент. Ты родился в какой-то гонололу, там, то, сё, ну, к примеру, в какой-то, там, неразвитой стране. Ты не имеешь вообще никаких неправ, ничего. Ты ущемлён изначально просто по признаку своего рождения с тем, кто родился где-то, там, в Америке. И этот дисбаланс, он, ООН должен был регулировать. ООН признала даже документы удостоверения студента. Есть удостоверение студента документ, которым ты можешь ходить в 130, там, странах мира. И он, как бы, общепризнанный, и он, там, в 60-м году это удостоверение, там, как бы, продвинуло. Ты получаешь скидки и прочее, прочее. То есть, сейчас у нас есть, там, 2 миллионов ДНР человек, которые, ну, вообще лишены всяких... То есть, у кого-то дом разбомбленный, у кого-то документы эти потёрлись со временем. Паспорт ДНР слышал? Это отдельная тема, которой бы хотелось бы коснуться. То есть, если нас там будет слушать, паспорт ДНР в том виде, который его представили... Он... Он паспорт. Он просто образец 2001 года, или я не помню какого, российского паспорта. То есть, это копия российского паспорта и не более. То есть, в контексте того, что, допустим, Украина выпускает паспорта ID-карточки. То есть, нам надо было по такому же пути и идти, как Украина. Не как Украина, а может даже пойти чуть дальше. А деньги-то есть на это? А деньги, они небольшие. Все эти технологии недорогие. Они достаточно недорогие и они многофункциональны. То есть, бумажный паспорт, который заявили, 250 рублей стоит. 250, хорошо. Но ID-карточка, то есть, она не идёт в разрез с Минскими соглашениями. То есть, это не паспорт. Это удостоверение личности. Но ID-карточку можно сделать под международные стандарты. То есть, сейчас вот этим паспортом будут куча проблем в плане того, что... Вот у вас проблемная зона, да, ДНР, у вас война, там, Украина называет периодически террористы, там, то, сё. Современный паспорт должен иметь биометрию. Отпечатки пальцев хотя бы. Там, сетчаточки глаза, там, что-нибудь. То есть, в этой карточке можно поместить кучу информации. Начиная от отпечатков пальцев и заканчивая, то есть, отпечатки пальцев, платёжная система. То есть, опять же, мы пока не вернёмся к безналичным расчётам, у нас не будет ни налоговой системы, ни развитой экономики. Пока будет... Про паспорта давай, это... Это всё... У меня один такой глобальный вопрос. Сама технология, я так понимаю, есть, да? Ну, вот у тебя понимание, как развернуть эту систему, да, есть? Конечно. Она всё реализован. Скажем, возможен ли такой вариант, что ты передаёшь технологию, занимаются ей, другие люди разворачивают, и ты умываешь руки и уходишь? Так, скорее всего, ну, если мы говорим о перспективах внедрения этого, то оно так и должно быть, по большому счёту. То есть, в этой карточке... То есть, люди справятся? Вот другие люди... А делегирование полномочий, это основная... То есть, если ты будешь тянуть всё на себе, ты никуда не уйдёшь. Тебе надо здесь сказать, так сделать, там сделать. Вот здесь можно показать, начать какую-то... То есть, на примере показать, показать, что это всё реально. То есть, напечатать этот образец паспорта, нам прийти... Не, я сейчас про криптовалюту говорю. Криптовалюту, конкретно криптовалюта ДНР, которую мы там теоретически рассматриваем... Без тебя это будет работать? Естественно. Она будет работать на века. Готов передать технологию, там, благотворительно в порядке. Сложный, да, вопрос? То есть, тут отдельный вопрос. Чтобы это всё поддерживать, чтобы оно работало, за этим надо следить. Конечно. Ты расскажешь, как следить, оно будет работать. Оно и будет. Я же не утащу это всё в гроб с собой, и оно не накроется. То есть, оно... И я... То есть, я призываю к тому, чтобы сесть, создать какой-то... Не знаю, как это подбюрократически будет звучать... Какую-то межведомственную комиссию. На этой комиссии сказать, что да, вот с внедрением блокчейн-технологий у нас появится платежная система, у нас появятся документы какие-то, у нас появится внедрение государственного контроля. То есть, мы, как народная республика, мы должны придерживаться народного управления какого-то. То есть, если у нас есть национализация предприятий, то она должна быть прозрачной. То есть, никто не поверит в то, что у нас есть национализация предприятий, ну, пока, кроме того, что это сказано. То есть, когда мы покажем как-то, если это будет в открытых реестрах, там, блокчейн, какие-то именно балансы, я не знаю. То есть, именно к системному подходу внедрения на государственном уровне надо подойти как комплекс. Проблема открытых данных есть огромная. То есть, открытые данные, они же и разведданные. Нет. Тут есть целая, то есть, сама система, она уже пошла, разделилась. То есть, есть блокчейн, есть сайтчейн, есть приватчейн, то есть, есть закрытые базы данных, скажем. То есть, там можно часть информации открыть, часть закрыть. Это все, то есть, как для программиста, блокчейн... На чем пишешь? А? На чем пишешь? На всяком. На всяком пишу, но уже не пишу, больше пишу кириллицей. Кириллицей во всяких... Понятно. А реализованные проекты есть? Реализованные проекты есть. Есть. Что посмотреть можно? Есть и посмотреть все. Мы ездили в Москву на блокчейн Хакатон. И основная проблема вообще блокчейн-технологии, что их понимают. То есть, программистам это понятно, там, каким-то там, юристам понятно, там, финансистам понятно. Юристам есть уже готовая система, финансистам тоже есть готовая. То есть, есть конкуренция программистам. Они знают, что с этим сделать, знают, как с этим сделать, как, куда там, что прикрутить, докрутить. Ну, вот, есть куча стартапов, есть куча, там, направлений, но они, как бы, живут как мертворожденные. То есть, для них нет среды воплощения. И, то есть, конкретно я сам, конечно, воплотить все, все, все возможные плюсы блокчейна не смогу. Это надо делать команду. И эта команда уже давно сформирована. Есть куча, куча программистов, куча проектов, уже реализованных. Пожалуйста, только воплощайте. Ну, вот, Центробанк РФ предостерегает россиян от использования биткоинов. По виртуальным валютам отсутствует обеспечение, юридически обязанные по ним субъекты. Как раз то, о чем мы говорим, никто ни за что не отвечает. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых виртуальных биржах и несут высокий риск потери стоимости. Это однозначно. Просто... Предлагаешь рискнуть? Я не предлагаю рискнуть, я предлагаю нам развиваться. То есть, оно все, почему настолько рискованно, потому что никто не несет ответственности. Если реализовывать это, то есть, мы с Центробанком нашим, Центральным Республиканским, уже обговаривали, то есть, с руководством все эти инициативы. То есть, на данный момент у нас существует огромный черный рынок вот этих вот обналичивания денежных переводов и прочего, прочего. И риски там намного больше. То есть, ты передаешь, во-первых, по банковским, как бы, правилам, ты не должен передавать третьим лицам свои платежные данные, ты их передаешь. Дальше с твоими платежными данными неизвестно, что там происходит, кто их записывает. То есть, на Западе за этими данными охотятся, там скримеры ставят всякие, взламывают магазины. А сейчас у нас просто люди приходят, отдают эту карточку каким-то там непонятным людям. Вот смотри, еще я не вижу, как реализуется проблема признания. То есть, чем хороши SWIFT и вот эта вся система, тем, что она повсеместно признана. То есть, условно говоря, если у тебя есть деньги, ты в любой стране, собственно, автоматически конвертируемому курсу можешь что угодно купить. Все системы признаны. Биткоины таким свойством не обладают в той же мере, что… То есть, мы не решаем эту проблему при признании, если используем, тем более, свою криптовалюту. Если биткоины хоть кого-то, кто-то признан. То есть, вот эта проблема, главное, не решается, с которой мы начали. То есть, у нас нет SWIFT, поэтому нам нужно сделать… Но проблема же не решится. То есть, я понял. У нас на данный момент есть уже люди, которые производят даже анонимные дебетовые карточки, номинированные в биткоинах. То есть, проекты, которые там функционируют где-то там в Соединенных Штатах, в Европе. То есть, мы, если создаем свою криптовалюту, то мы должны торговать изначально ей на криптовалютных биржах. То есть, биткоины. У нас будет поступление в биткоинах. Если Европа признала биткоин как средство платежа, у нас есть… Если биткоин обрушится в цене, что ему предсказывают? Да, если мы не будем брать за основную валюту биткоина, а свою валюту, нам будет без разницы. Но у нас появятся механизмы поступления средств извне. То есть, внешнеэкономическую деятельность мы можем уже вести. То есть, у нас есть дети войны. Они существовали все время, дети войны. У нас есть война. Меньше образов, больше конкретики, я прошу. Вот смотри. Каким образом вести внешнеэкономическую деятельность, если наши биткоины, их не будет ни у кого? Своя биржа. Своя биржа? Своя биржа. А внешнеэкономическую деятельность кто будет вести? Каким образом это привлекать на эту биржу внешних браков? Выкидываем свою валюту, допустим, на... Каким образом эта валюта будет приходить, на куда она будет поступать? Ну, то есть, вот сам процесс. Вот, к примеру, человек там с долларами пришел на биржу. Он пошел, купил биткоины, а за биткоины купил наши деньги. У нас появились биткоины. То есть, появились биткоины, а биткоины рухнули в цене. Что дальше? Биткоины рухнули в цене. Мы... Мы в пролете, да? Получается? Нет, мы не в пролете. Мы, поскольку осуществляем какую-то внешнеэкономическую деятельность, мы осуществляем операции входящие и сходящие. В настоящее время у нас мы, ну, как бы, продвигаем сейчас денежные переводы, как прочие, 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 там, ничем не отличающиеся от всех остальных. Вот такие конторки, которые везде рядом находятся. В каждом дворе. То есть, смысл вообще стартапов биткоинов, часть из них, допустим, ну, то есть, которые занимаются денежными переводами. Есть в Италии и в Испании два биткоин-стартапа. Одни принимают, то есть, занимаются денежными переводами. Приоритетно, ну, в чем вообще плюс денежных, кроме того, что там нет регуляторов банковских и прочее, прочее. Твой перевод, себестоимость, там, одна копейка, условно. То есть, ты перевел за транзакцию, тебе одна копейка вычитается всего. Ну, сама сеть, она должна обслуживаться. Гривна-копейка или рубль-копейка? Или биткоин-копейка? Ну, скажем, гривновая копейка, ближе к тому. То есть, допустим, SWIFT, он меньше, там, 5 долларов комиссии не берет вообще в природе. То есть, если ты захочешь переслать 6 долларов, тебе надо 5 заплатить комиссии, а там, еще что-то там, и 1 доллар там дойдет до... То есть, в Western Union на данном там 35% чуть ли не сейчас там переводит. Человек, там, в Европе, он заходит в банкомат, оплачивает биткоины. Эти биткоины через 20, то есть, SWIFT растянут на 2-3 дня. То есть, а там еще и не денег. Ну, потому что биткоин, это, по сути, не валюта, а товар. Это система денежных тоже... Ну, сам биткоин, это не денежная единица, а это такой товар. Это просто подтверждение какой-то операции на какую-то там... Ну, собственно, деньги, деньги это тоже товар, ну, понятно. Вот, ну, почему биткоин начали позиционировать изначально как деньги? Потому что людям это достаточно доходчиво. И когда баррель нефти там что-то там прыгает, а биткоин, то есть, баррель стоит там 40 долларов, а биткоин 400 долларов, то какие-то там все-таки мысли должны... Бывший старший советник казначейства США и МВФ Нуриэль Рубини в марте 2014-го заявил, что биткоин является вариантом финансовой пирамиды. В этом убежден и Джонатан Тругман из Нью-Йорк-Пост. В 2012-м Европейский Центральный Банк в докладе отметил, что пока нет возможности оценить, является ли работа системы биткоин финансовой пирамидой. В 2014-м году глава Банка Эстонии осторожно отмечал отсутствие доказательства того, что биткоин не является финансовой пирамидой. В отчете 2014-го года Всемирного Банка указывается, что вопреки широко распространенному мнению, биткоин не является преднамеренной финансовой пирамидой. По мнению Эрика Познера, профессора права в университете Чикаго, финансовая пирамида обычно имеет признаки мошенничества, а ситуация с биткоином больше похожа на коллективную иллюзию. Экономист Джеффри Такер утверждает, что есть несколько ключевых различий между финансовой пирамидой и биткоином. Система биткоина не делает типичное обещание прибыли, поэтому биткоин пирамидой не является, заявил Джеффри Такер. По классической схеме, конечно, она не является. Меня больше всего немножко парит момент с биткоином. На том же Хабре писали, условно говоря, что большой объем этих самых биткоинов принадлежит конкретному лицу, неизвестному, условно говоря, который подозревает, что это сам создатель системы биткоинов. И то есть, фактически, если делать криптовалюту, которую никто не признает, делать промежуточным объектом транзакции биткоин, то надо, во-первых, хранить биткоины. Да, биткоин это просто технология, которая была изобретена 10 лет назад, почти в 2007 году. По технологии это все понятно. Тут же в деньгах, кроме технологии… Деньги, допустим, проект такой, криптовалюта «Эфириум» вышла год назад, буквально. То есть, понимаешь, технологию нарисовать что-то на бумажке тоже придумали гораздо раньше, чем деньги появились. Естественно. Но биткоины уже успели очернить, 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 очернить. Нет, ну ты понимаешь, да, что я говорю? Вот, то есть, технология, то, что есть, это вообще не показатель того, что, собственно, ничего не показатель вообще. То есть, я говорю, научились рисовать на бумажках или научились там чеканить? Да, но еще научились их продавать, сейчас объем 8 миллиардов долларов, это уже, извини меня, там 68 миллионов долларов ежедневно там продаются этих биткоинов, покупается. То есть, это… Сколько реального товара покупается на эти биткоины сейчас? Где не спекулятивная операция, не на покупку? А, это тебе никто не скажет. Вот. Как оценить вообще тогда? Если, вот смотри, главная суть денег – это обеспечить некую ликвидность между товарами, ну, собственно, такой мостик ликвидности между товарами. Как биткоин выполняет эту функцию, тебе никто не скажет. Вот, а если мы… То есть, биткоин – аморфное такое какое-то денежное средство, да? Если будет какая-то первая, одна единственная, допустим, первая криптовалюта, она государственная, псевдогосударственная. То есть, к чему вообще посыл того, что этим надо заниматься здесь? Как только здесь продадут, ну, я не знаю, буханку хлеба первую продадут за криптовалюту, ну, то есть, она там будет… Проблема не в том, что первую продать. Проблема, как сказал Владимир Владимирович Путин, ну, то есть, это… Первую продать как раз не проблема. Первую продать, ну, пошел купил. Ну, в смысле, пошел продал. Проблема – настроить систему, чтобы все продавалось, например, потому что иначе она бесполезна. Вот именно, что… Куда делся рубли, например, и нужно ли это России? Например, такие вопросы… А Россия, если не будет следить, то есть, почему Россия уходит от этого? Есть, допустим, в Москве мы встречались с представителями Киеви, ну, и до сих пор дружим, которые вводят, ну, занимаются проектом «Битрубль», из чего началось все гонения на биткоин, криптовалюты в России. То есть, в России, допустим, там, я не знаю, сколько тысяч терминалов этих Киеви, в них создана инфраструктура. То есть, если Киеви введет криптовалюту, просто криптовалюта может вытеснить немного рубль, и это будет заметно для экономики России. В нашем случае, если здесь создастся какая-то безналичная контролируемая валюта, не анонимная, да, а с какими-то там кошельками, с регуляторами через Центробанк и прочими, это будет огромный опыт вообще по внедрению криптовалют вообще в мире. То есть, это большая возможность здесь, если это воплотить, то другой вообще такой, как бы, условий для интеграции не существует в мире больше нигде, наверное. Вот здесь, поскольку здесь есть такой перелом, и она находится в медийной воронке. То есть, сюда, туда закинул, там, Оу, там, Украина, там, что-то там, Россия. И вот в плане биткоина, блокчейна, вот, ДНР и ЛНР, они, вот, находятся посередочке. И так же самое надо и строить государство, там, если мы там собираемся его... То есть, у нас есть путь Украина, есть путь Россия. Там не получается, там не получается. Давайте пойдем прямо, где-то там в облаке создавать, там, валюты. То есть, там, преодолевать ограничения. У нас есть, там, проблема, там, с документами, есть проблема с нотариусами, есть проблема с денежными периодами, вообще, там, с финансами, внешнеэкономической деятельностью. Это все решается в блокчейне. Но мы же решили, что это не решается в блокчейне. Это все решается. Ну, ВЭД, например. А где? Ну, в внешнеэкономической деятельности. Она же не решается. Но мы же только что проговорили. Проблема в процессинговом центре То есть изначально мы можем Принимать оплату в биткоинах То есть если Подожди, почему можем? Мы можем без проблем принимать Кто решил, что можем? То есть кто решил, что эти риски Они оправданы? Как ты можешь это доказать? Что эти риски, связанные с биткоинами Они оправданы? Понимаете, а какие Что можно купить на биткоин? Можно ли купить на биткоин? Да, можно купить бриллианты Хоть дом, хоть в Ницце где-то купить Хоть в космос летать Это другое дело, дом в Ницце Мне твое направление, если нравится Но можно ли, например, запчасти Бош купить на биткоин? Да, создав инфраструктуру Но конкретно от биткоина Нам надо отделяться То есть мы должны создать внутреннюю Платежную систему Будем не называть ее ни биткоин Ни ДНР коин То есть должна присутствовать платежная система Должен быть присутствовать процессинговый центр Который будет работать на внешнюю экономику В нашем ЦРБ Внешняя экономика заканчивается или начинается на Абхазии Вот все Пока не будет экономики Развитой внешней Не будет никакого развития экономического Пока не будет безналичных расчетов Не будет тоже экономического развития Ну хорошо Ты просто еще раз говорю Вот у тебя ты предлагаешь Как связываться со свифтом Посредством крифтов Куча посредников У тебя есть, пожалуйста, 100 обменных пунктов Которые принимает биткоин Ты можешь принять свифт через них Если ты серьезно поставил задачу Ты должен организовать свой процессинговый центр Люди умудряются в офшоры уводить миллиарды долларов И для них это вообще никакая не заморочка А тут у нас вот прям принять там какой-то переводик Это целая история На все есть решение Любые там То есть Будут какие-то Австралийский экономист Джон Квигин Считает биткоины приемлемым инструментом расчетов Вместо бартера Но не подходящим на роль финансового актива Базовая стоимость активов Должна либо формироваться их альтернативным использованием Как альтернативная стоимость у золота или серебра Либо их доходностью Как дисконтированная стоимость у акций или облигаций Но у биткоина подобных источников стоимости нет Если торговцы откажутся принимать биткоины В качестве оплаты за товаровые услуги Их стоимость станет нулевой Согласен? Совершенно верно Именно отсутствие вариантов продуктивного использования биткоина Или потока денег Делает их цену исключительно спекулятивной Квигин считает, что рано или поздно Цена биткоина достигнет своего истинного значения Нуля Но невозможно сказать, когда именно это произойдет Есть в этом логика? То есть в любая Кроме биткоина были созданы Если посмотреть капитализацию криптовалют Их на самом деле было создано после биткоина тысячи По капитализации сейчас занимает второе место после биткоина эфириум Эфириум это валюта уже третьего поколения Биткоин первого поколения Там были Райпл, Даш Там может быть отчасти Лайткоин Потому что он там чуть-чуть быстрее И появился эфириум В эфириуме Это не криптовалюта просто Там можно делать Самоисполняющиеся контракты То есть Там вообще Просто вот государство если развивать То в такой вот эфирной среде Где можно запрограммировать буквально все То есть Если ты получил социальное пособие То у тебя там скидки сразу на коммунальные услуги Оно получается у тебя в этой там расчетной единице Оно вычисляется автоматически Ты программируешь просто Если то иначе Обычный там программерский набор И с этого набора уже Согласно там логике Программ Ну Которой ты заложил Уже Совершается действие С деньгами Не с деньгами Там без разницы То есть Криптовалюта Биткоин Это ядро такое Которое у всех на устах И прочее На самом деле Сейчас развиваются уже совершенно другие Ну то есть Там Выдавать сертификаты на бриллианты Там В блокчейне Там Нотариальные акты Там документы И прочее И прочее И это Вот смотри Вот конкретная задача Есть непризнанное государство ДНР Которое Ну которое условно говоря Говорит что Вот на Намайненные им деньги Можно будет что-то купить В ДНР Ну условно говоря Если ты Покупаешь Эту криптовалюту То Ну условно говоря Ты там Уважаемый европеец Покупаешь эту криптовалюту То потом Тебе ДНР Может что-то Вместо нее Отгрузить Например Это Можно придумать Ну то есть В данном направлении Можно придумать Массу Всяких Инвестиционных программ Вплоть до того Что Да У нас там есть Какая-то ID карточка Вообще все надо А теперь А теперь возникает Такой вопрос А кому и что Ну то есть Почему человек должен Инвестировать свои деньги В экономику ДНР То есть Что это за человек Во-первых Внешнеэкономическая деятельность У Донецка Она в общем-то Ограничена соседями По большому счету Ну по экспорту Пока не появилась криптовалюта Ну а как Нет Во-первых Это проблема Транспортных путей Проблема Линии разграничения Понятно Я понял Вообще Подтекст То есть Внешняя экономика Закончится Она завязана На конкретных партнерах Может быть То есть На конкретном Украине Конкретно России Собственно Других границ нету Да Но Тем не менее У нас есть С Россией Можно и так торговать Можно Но С Украиной Торговать Нельзя ничем С Россией Мы можем торговать Криптовалютой Каким товаром Во-первых Что от них надо Понятно Да Нам нужны Сникерсы Эти Марсы И твиксы В первую очередь А потом дальше Решим Ну Что-то в общем Надо покупать Хотя опять же Твиксы марса Они вполне себе В России производятся В правой руке Сникерс Как говорится Вот так В левой руке Марс И пошел То есть Проблема вообще Внешнеэкономической деятельности Она в чем заключается Она Она не только Заключается В том Что Заключается в том Чтобы Конкретно Для меня Что я вижу Проблема Что люди Не могут получить Нормально Без каких-то Третьих лиц Или еще Каких-то Переводов То есть Конкретно Это Можно сказать Прямо Инвестиции Ну давай Проговори Каким образом Они будут Это получать Вот давай Еще раз И будем заканчивать Потому что Наше время Ладно Еще раз То есть На данный момент Биткоин Вообще Никем Не подкреплен Не под Это самое У нас есть Медийная Воронка И у нас Есть там Какой-то порыв У нас есть Договоренность Мы решили Да Мы здесь Сделаем В реестре Свои документы Здесь Делаем В этом же Реестре Какие-то Открытым Там Полузакрытый То есть Мы приходим К тому Что нам надо Раз Два Три Четыре Пять Вот это Было бы Неплохо Собираем Собираем В одну Папочку То есть Мы Собираем Предложение Рассылаем Министерство Допустим Вестиции Финансов Там Не знаю Кому там Налоговая Там То есть Налоговая Чтобы вообще Была Автоматик Прям считала Мы Хотим Внедрить И Центробанк Платежная Система Вот Разослали Получили Там От них Ответы Да Согласны Мы Едем Там На блокчейн Конференции Какой-нибудь Вот 8 Будет Апреля В Москве Собираем По Профильным Там Вот Нам Надо Это Вот Нам Надо Это Вот Нам Надо Это Вот У нас Есть Бумага Там Так Я Что-то Конкретики Опять Не Слышу Еще Раз Вот Давай Вот Выделим Основную Главную Проблему Которую Должна Решить Криптовалюта Одну Какую-нибудь Давай Сосредоточимся На Какой-нибудь Проблеме И Проговорим Весь Путь Как Она Решила Пожалуйста Денежные Переводы Денежные Переводы Откуда Куда Отовсюду Сюда И Отсюда По Всему Миру Пожалуйста Так Итак Чтобы Обеспечить Денежные Переводы Человеку Надо Будет Нам Надо Будет Подготовить Законодательную Базу Нет Вот Человек Вот Человеку Обычному В Донецкой Народной Республике Нужно Перевести Деньги В Грузию Да Условно Или При наличии Законодательной Базы Здесь Будут Куча Терминалов Сам Физически Что Будет Происходить Что Ему Надо Будет Сделать Пройти Терминал Засунуть Деньги И указать Деньги Конечно Рубли Нет Но если У нас Будет Безналичная Развитая Система Ему Надо Будет ID Карточку Прислонить Какому Так Хорошо Засунул Рубль В терминал Что Дальше Происходит С этим Рублем Он Перечисляется Куда Ему Надо Как Он Сам Не Перечисляется Сам Физический Процесс Как Дальше Происходит Он Выбирает Webmoney Ведите Номер Счета Webmoney Без Разницы Утрировано Куда Он Хочет Перечислить Он Хочет Перечислить На Карточку Голодающим Детям Африки Без Разницы Вот Мастеркард Виза Пожалуйста И как Они Попадут На Карточку Виза Маленького Голодающего Которые Работают В Европе Но Уже Работают С Биткоин Он Покупает Процессинговый Центр Видит Что У него В терминале Появился Рубль Дальше Его Действия Он Видит Направление Куда Ему Надо Этот Рубль Послать Да И Что Дальше Происходит Он Высчитывает Свою Комиссию Посылает По каким Фомолам Что Как Почему Свиф Должен Принять Этот Рубль Потому Что Он Когда Попал В терминал Он Превратился В Биткоин Допустим Подожди Вот Давай Проговори В какой Он Сначала Не Превратился В биткоин Он Засунул Туда И Купил Биткоин Один То есть Он Купил За свои Деньги Биткоин Поскольку В Европе Биткоин Ходит Он Перевел Этот Биткоин На счет Фирм Которых Десятки По всей По всей Европе Которые Делает Платежи На Visa Мастеркард Все То есть Ответственность Дальше Уже Лежит Этот Биткоин Ну Фактически Должен быть Изначально На счету У Процессингового Центра Ты предлагаешь Закупить биткоины У нас же Перед этим Был вопрос Куда мы будем Тратить биткоины На что Ты их закупишь Ну То есть Ты предлагаешь Стречные движения Есть люди Которые Хотят сюда Перевести Есть люди Которые Хотят Отсюда Отправить Если Эти Стречные Потоки Направить Друг на друга Почему Тебе нужна Определенная Подушка Финансовая Из Многих Там Валют Через Которые Будут Осуществляться Процессы Эти подушки Они Уже Оптимизированы Какой Объем Такой подушки Ты видишь Объем Зависит От Развития Всех Этих Технолог Ну Давай Хорошо Там Чтобы У нас Нету Вообще Никаких Чтобы Смочь Обеспечить Потребности Жителей ДНР По переводам Какой Объем Подушки Биткоинов Должен быть Сколько Биткоинов Надо закупить Донецкой Народной Республики Чтобы Обеспечить А мы Не должны Закупать Мы Должны Производить Свои Биткоины Свои Коины И продавать Их За биткоины А Внешне Производить Свои Коины Почему Люди Должны Покупать Ваши Коины Мы Не Должны Их Покупать Мы Должны В них Рассчитываться Чтобы Учитывать Налоги Учитывать Внутренние Обороты Денег Должны Быть Во внутренней Валюте Без Наличные Вопрос Следующий Биткоины Покупать Не Хочешь Биткоины Выпустить Свои Деньги Нет Мы Должны Выпустить Кто Будет Менять На Деньги Выпущенные ДНР На Свои Кровно Заработанные Биткоины Почему Он Должен Это Должен Еще Раз Кто Должен Менять Свои Кровно Заработанные Биткоины Кровно Намайденные На Деньги ДНР Почему Ну К примеру Я сейчас Вот Зачем Мне Вот К примеру Я тебе Расскажу Давай Уберем ДНР Давай Я Делаю Свою Криптовалюту Намайнил Там Себе Сколько Там И Говорю Вот У меня Есть Биржа Дайте Мне Биткоины Почему Должны Люди Давать Мне Биткоины За Мои Криптовалюту У нас Нет Безналичных Расчетов Как Таковых Мы Должны Сами Выпуск Вплоть Для того Что Пенсии Выдавать Людям Это Лирика Ты мне Скажи Конкретно Почему Люди Вот Я Выпущу Сейчас Валюту Почему Люди Должны Мне Давать Биткоины За То Что Я Намайнил За То Что Я Назвал Валютой Имени Олега Трифонова И Почему Люди Мне Понесут Биткоины Тебе Понесут За То Что Ты Должен Что То Изобрести Новое То И Каждый Из Них Говорит Это Скам Это Обман Это Мошенничество И Нету Ни Одной Валюты Существующей Которая Не Было Бы По сути Мошенничеством Нет Подожди Есть Технология По которой Мы Должны Развиваться А Вот Валюта Чем Она Почему Она Валюта Во Первых Законодательно Закреплено Что Эту Валюту Должны Все Принимать Если Ты За Страной Ты Преступник Мою Валюту Никто Не Обязан Принимать То Есть Я Могу Не Принять Валюту Собственную И Мне За Это Ничего Не Будет Но Если Эта Валюта Будет Обходиться Человеку В Каких Понятных Ему Деньгах Дешевле В Плане Переводов Или В Каких То То Есть Она Должна Изначально Быть Ему Выгодно Вот Человека Покупать То Что Я Намайнил Зачем Ему Тратить Биткоины Которые Обладают Реальной Покупательной Способностью На То Что Не Обладает Реальной Покупательной Способностью Как Ты Собираешься Убеждать Владельцев Биткоинов Менять Деньги На ДНР Коины Конкретный Вопрос Существовать ДНР Коин То Или На Коин Имени Олега Трифонова Или На Олега Трифонована Олега Трифонована То есть Меня Я Просто Тоже Программированием Занимался И У меня Должно Быть Все Последовательно У тебя Должна Быть Развинутая Сеть Инфраструктуры Обменников Изначально Обменники Ладно Куда Это Пускай Будет Обменники Где Ты Биткоины Возьмешь На Что Ты Вот Где Я Возьму Биткоин Почему Люди Тебе Принесут Биткоин В этом Вопрос Опять Возвращаемся К тому же Вопрос Человеку Надо Перевести День Он Переводит Сюда Биткоин Ладно Ты Кажется Вопрос Не Понимаешь У нас Сейчас Должен Должен быть Новый Следующий Гость Одну Минуту Как К сожалению Мы Затянули Немножко Нашу Передачу Так Друзья Очень много Вопросов Было К сожалению Мы их всех Не проговорили Очень много Вопросов Все желтенькое То что Это конкретные Вопросы К тебе Были Ты Ты Можешь Почитать В Эфире В Записи Ответить На себя Там Много Интересного Было Вот Как То Так И Реально Если Ты Проработаешь Все Эти Вопросы То Будет Такой Будут Ответы На Них Тогда Мы Еще Тогда Можно Еще Встретиться Проговорить Обязательно Мы Только В этом Направлении Спасибо Спасибо Друзья Спасибо Что смотрели Сделаем Стоп Старт У нас Еще одно Включение Студии Не переключайтесь